Панкреатиты кошек – симптомы лечения Панкреатиты кошек представляют собой воспаление поджелудочной железы. Заболевание это, к сожалению, весьма распространенное, но от этого не менее опасное. Дело в том, что в здоровом организме кошки благодаря ферментам поджелудочной железы расщепление потребленной еды начинается в 12-перстном кишечнике, тогда как у заболевших животных процесс активизации ферментов начинается непосредственно в самой железе, а это вызывает начало воспалительного процесса. При этом еще происходит интоксикация других внутренних органов. Панкреатит гораздо проще предупредить, чем подвергать животное риску погибнуть причины развития заболевания. Среди основных причин, вызывающих панкреатиты кошек, выделяют врожденные патологические изменения в поджелудочной железе отклонения. От нормального веса, ожирения или, наоборот, истощения организма, излишек кальца в организме, длительное применение некоторых лекарственных препаратов, различные заболевания поджелудочной железы, в том числе паразитарные, вирусные, инфекционные, теологии, отравляющие действия ядов, химических соединений, травмы брюшной полости, застойные явления в печени, желчном пузыре, а также в ротоках, выводящих желчь. При появлении первых симптомов недуга следует сразу обращаться к специалисту к съедению. Главный фактор, способствующий развитию болезни, это неправильное, несбалансированное питание животного. Если питомец имеет постоянный и бесконтрольный доступ к еде, если в рационе преобладают жирные корма в избыточном количестве, это прямой путь к воспалению. Интересен тот факт, что не все породы одинаково склонны к проявлению заболевания. Чаще всего панкреатит случается у сиамских, боленезийских, тайских кошек, а также у ориенталов. А вот шотландские породы кошек могут похвастаться более крепким здоровьем в отношении панкреатита. Симптомы воспаления поджелудочной железы Панкреатит подразделяют на острый и хронический. При этом в случае острого панкреатита клиническая картина будет намного ярче выражена, чем при хронической форме заболевания. Клиническая картина острого панкреатита гораздо ярче, чем у хронической формы острый панкреатит. Характерные признаки острого панкреатита проявляются достаточно внезапно и стремительно развиваются. Часто это происходит на фоне сопутствующих воспалительных заболеваний органов пищеварения и других внутренних органов. Панкреатит у кота в острой фазе сопровождается следующими симптомами – нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта, диспепсия, вздутие, ощущение тяжести в животе, быстрое насыщение, периодически возникающее сильное расстройство, причем в холле, которое отличается кисловатым неприятным запахом. Видны кусочки непереварившейся пищи. Также характерным бывает хронический запор рвота, явный признак острой формы заболевания, явные свидетельства сильного обезвоживания организма животного. Шерсть становится ломкой и тусклой, явно выраженной атония, кожные покровы и слизистые оболочки отличаются сухостью. Животное ведет себя беспокойно, громко кричит и не разрешает дотронуться к очень болезненному животу. Живот при пальпации твердый. Зачастую в стадии обострения повышается температура тела, слизистые оболочки нередко приобретают желтоватый оттенок, аппетит отсутствует. Кошка практически перестает принимать пищу, становится истощенной, а в тяжелых случаях развивается анорексия, больное животное. Избегает общения, проявляется апатия и вялость. Зачастую кошка старается найти укромный уголок, где ее не будут беспокоить, учащается. Дыхание, развивается одышка, а при тяжелом и стремительном развитии заболевания кошачий панкреатит приводит к тому, что животное впадает в литургический сон. УЗИ – один из основных методов диагностики воспаления железа и хронической панкреатии. Данная форма заболевания представляет собой гораздо большую опасность, так как развивается скрыто, без яркой характерной симптоматики, проводя при этом разрушительное действие в организме кота. Иногда это происходит на протяжении нескольких лет, в течение которых животное постепенно угасает, оставляя хозяев в полном невидении относительно истинных причин плохого самочувствия, диагностика заболевания, способы выявления недуга УЗИ брюшной полости. В результате исследований определяется отечность поджелудочной железы и заметные воспалительные явления в организме проведения клинического и биохимического анализа крови, в результате которых определяется повышенное содержание ферментов печени. Если повышенным будет содержание билирубина, глюкозы, алты, холестерина, у животного диагностируется анемия, проведение теста на панкреатическую липазу, биопсические и гистологические исследования тканей дают самую точную картину заболевания. Благодаря этим методам возможно дифференцировать острую и хроническую формы, обнаружить возможные фиброзы, отеки и некротические явления. В тканях железы также может быть выявлена гиперплазия желчевыводящих протоков. Схема лечения в домашних условиях и в клинике. При панкреатите у кошек его симптомы и лечение зависят от многих индивидуальных факторов. Следует обязательно брать во внимание причины возникновения заболевания, тяжесть его течения, возраст животного, наличие сопутствующих болезней и многих других факторов. Поэтому способы лечения подбираются строго индивидуально. Профилактические осмотры – важный фактор предотвращения заболевания важно. Само лечение недопустимо ни в коем случае, так как можно потерять драгоценное время и тогда любимца уже не сможет помочь даже специалист. Кроме того, своим бездействием или неправильным лечением можно только усугубить физические страдания кошки. Медикаментозное лечение заключается в назначении следующих препаратов. Инфузионно проводится борьба с признаками обезвоживания организма. Раствор рингера – солевой раствор, декстран, спазмолитики и обезболивающий, нушпа, папавирин, баралгин, спазган – для поддержания. Деятельности сердца – сердечные препараты, кардиамин, комфора, причастые рвоти, противорвотные препараты, марапитан, церукал, хлорпромазин. Метаклопромид – в острой стадии заболевания с целью снижения уровня пищеварительных ферментов гордокес, в качестве ферментов панкреатин. Истощенными с явными признаками анорексии животным проводят кормление через зонт и прописывают препараты, усиливающие аппетит. Мертозапин – в очень тяжелых случаях, осложненных возможными сопутствующими заболеваниями, при показаниях к этому возможно проведение переливания кровели и ее компонентов, если существует угроза возникновения септических состояний, то обязательно проводят антибактериальную терапию при обнаружении очагов некротических изменений в тканях поджелудочной железы показано хирургическое вмешательство с целью их удаления и восстановления жизненно важных функций органа, в дальнейшем с целью поддержать и укрепить ослабленный организм, назначая препарат Ликфол. Заболевшее животное начинает терять весе, и дело может дойти до анорексии. Обратите внимание, Курс лечения обязательно начинается с голодной диеты на протяжении нескольких дней, так как это способствует снижению ферментативной деятельности воспаленной поджелудочной железы. Панкреатин кошки Инструкция по применению многих держателей животных часто задаются вопросом, можно ли давать панкреатин коту. Ответ любого практикующего ветеринара будет однозначным – да, обязательно. Панкреатин кошки, перенесший воспаление железой, нужен, чтобы не нагружать и без того пострадавшую поджелудочную. Кроме того, слюна кота не содержит амилазу, в отличие от многих других представителей животного мира, поэтому растительная еда может быть усвоена только в полуготовом виде. Важно! Панкреатин кошки, дозировка этого препарата прописывается только ветеринарам на основании оценки общего состояния животного. Кормление кота при панкреатите По окончании голодной диеты назначают кашу на воде, но только в жидком, слизистом виде. Через несколько дней питание возможно будет и несколько разнообразить омлетом из яичных белков, но приготовленным обязательно на пару. Также можно постепенно вводить овощные пюре, а также кисломолочные продукты, но только с невысокой жирностью, это могут быть нежирные. Кефир, йогурт и обезжиренный творог Важно! Всю пищу следует принимать в теплом виде, причем порции для приема должны быть небольшими, а кормление следует проводить не менее 5-6 раз в день. Если животное до болезни питалось в основном сухими кормами, то теперь с ними следует быть очень осторожными, покупать их следует только супер премиум класса или класса холистик. Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением, это должен делать ветеринар кошку, переболевшую панкреатитом на протяжении всей Жизни нужно будет кормить, соблюдая определенные условия. Среди главных из них является список продуктов, которые отныне должны быть недоступны для питомца Овощи и фрукты в сыром виде, различные Копчености, жирное цельное молоко, консервированные соленые продукты, всевозможные сладости, крутые мясные отвары, кисломолочные Продукты повышенной жирности, мяса и рыба жирных сортов, изделия из круп, сухие корма с маркировкой эконом, сухие корма, которые В своем составе содержат кукурузу, всевозможные хлебобулочные изделия, возможные осложнения Панкреатит у кота и его лечение зависят от многих факторов, степень запущенности заболевания, причины его вызвавшей сроки выявления Заболевания, наличие сопутствующих заболеваний Поэтому однозначно сказать, насколько эффективным будет лечение, можно только в каждом индивидуальном случае Очень важным также является применение лекарственных препаратов, прописанных специалистом, в строго установленной дозировке и согласно с инструкцией Соблюдение этих правил поможет сохранить жизнь питомцу Профилактика кошачьего панкреатита Глядя на те мучения, которые испытывает животное при панкреатическом приступе, становится предельно ясно, что это заболевание нужно Всеми силами предупреждать тем более, что сделать это гораздо легче, чем потом его лечить В первую очередь следует заботиться о правильном питании любимца, оно должно быть сбалансированным и качественным Все домашние должны знать о недопустимости подкармливания животного пищей со своего стола Правильное питание – залог здоровья питомца Кроме того, следует тщательно следить за массой кота, не перекармливать его и не допускать Таким образом, развитие ожирения, следить за тем, чтобы животное в достаточном объеме получало продукты, содержащие железо К сведению, в доме, где живет кошка, особенно котенок, не должно присутствовать ядовитых домашних растений, а бытовая химия должна находиться В недоступном для животного месте Панкреатиты кошек – это опасное и мучительное для животного заболевание Его коварство заключается в том, что при хроническом течении болезни клиническая картина может быть размыта, что значительно затрудняет Диагностика, соответственно, препятствует своевременному лечению При отсутствии квалифицированной медикаментозной помощи, а также при стремительном течении болезни, осложненной сопутствующими заболеваниями Воспаление поджелудочной железы может привести к гибели кошки Поэтому не стоит пренебрегать правилами профилактики этого недуга и обязательными профилактическими осмотрами у ветеринара И тогда с пушистиком будет все в порядке Видео